В 1943 году в Панеровском районе произошло одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Была остановлена армада гитлеровских танков, а жесточенные бои велись за каждый сантиметр нашей земли. Не случайно именно в день победы в Курской битве Роман Старовойт с рабочим визитом приехал именно сюда. Глава региона принял участие в торжественном митинге и возложил цветы к вечному огню. В память о тех страшных и героических событиях на опаленной войной земле возведут мемориальный комплекс. Задача по открытию основного памятника и каких-то элементов мемориального комплекса по 23 августа 2023 года у нас не уходила. То есть мы это планируем сделать к 80-летию победы в Курской битве. Также в ходе поездки Роман Старовойт побывал в школе села Брусовое. В 2015 году часть здания отремонтировали и теперь там располагается дошкольная группа детского сада. А в этом году в порядок приводят спортзал в рамках проекта «Народный бюджет». К началу учебного года отделку помещения завершат. Работы будут закончены, останется только третья сушка и все, лаковое покрытие. Следующая точка маршрута – завод по производству коммунального оборудования в поселке Возы. Здесь изготавливают водогрейные и паровые котлы, водоочистное оборудование, а также металлоконструкции быстро возводимых зданий. А сейчас на предприятии осваивают производство кузовов и шасси для прицепной сельхозтехники. В этом году мы уже выпустили 112 котлов паровых, не считая другой продукции, которую мы параллельно делаем в зависимости от объема заказа, в том числе и прицепы, и другие котлы водогрейные, котлы не только паровые. Причем хочу отметить, что на сегодняшний день котлы идут в основном для комплектование дезинфекционно-душевых комплексов для нужд Министерства оборудования. Глава региона предложил руководству предприятия расширить ассортименты выпускаемой продукции за счет изготовления модульных ФАПов. Предприятие работает с модульными зданиями и конструкциями, поэтому всю техническую документацию по ФАПам, которые устанавливаются сейчас по президентской программе обновления первичного звена здравоохранения. В рамках этой программы мы должны будем построить более 100 фельдшерско-кушерских пунктов до 2025 года. Здесь же в ВОЗах уже два месяца работает новый пожарный пост. Теперь под надежной защитой профессиональных спасателей 4000 жителей из более чем 20 населенных пунктов. Ангелина Яхонтова, Сергей Дорохов, События дня.